ну что ли сервис прессом продолжаем проходить в стрэндж серия была мозгово начали в мозгово носящий реальным это прямо же еще было прошел из не смотрел если вообще смотри 1 попал на это видео ссылочку писать на пути на поле за спал упражнения на гриб с 1 серия обязательно что игра взаимосвязана там есть понял там есть выборы из которых строится сюжет ну примерно да так поэтому посмотрите с первой серии вот а те кто смотрел но пропустил прошлую серию до напоминаю вам что случилось сани на полу пройдет спал обжиганной игры но ниже описание находится в подсказках закрепленная серия с прошлой серии будет забыли он закреплен в дождь с прошлой серии находится там и если посадить вас посадили уже прошлую серию это трэш это трэш конечно же там было но думаю в этой серии будет не менее интереснее поэтому надевать обратить эту кушку 5-5 к петель и петель на просмотра еще бы сказочек находится ну плывите полностью на игры вот посмотрел обязательно вот там и собственно просмотром и собственно сами продолжаем покиданную руку ведущих эпизодах это маленькие частички времени ты не знаешь кто являть такой и что я могу сделать никогда ко мне не приказайся итак покажи что ты можешь что ты тут делаешь макс стой не подходи ко мне только нет не получается я знаю что этот день был сложным для всех мисс колфилд прошу расскажите нам все эй это же тельма и луиза это же браслет рэйчел какого хрена он у тебя делает угомонись хорошо это был подарок макс мы должны найти рэйчел и быстро как ты уже сказала пора нам начинать искать зацепки добро пожаловать в мои владения давай найдем что хотели и свалим отсюда макс тебе стоит на это взглянуть рэйчел в проявочной снова и снова и все послушай я обнаружила фотографии рэйчел и фрэнка и они явно больше чем друзья боже она трахалась этой свиньей фрэнком это сука лгала мне прямо в лицо макс и кого же ты винишь первую очередь своего ёбаного отца конечно неправда ты знаешь каково это ждать своего отца будучи ребенком с тех пор как он умер моя жизнь стала полным дерьмом клоя я такая классная мы классные ты вообще слышишь нас максим о нет это же полный пиздец макс колфилд минуточку клоя к тебе гости либо зряешь игра в которой все приняты вам и решение когда отражаются на прошлое настоящего будущего выбирать с умом на так что ж она здесь с вами бьет что же служит что же спорим и вот и вот вот даунтаун энтертеймент а почему киты на пляже 4 проявочная тоже и 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 я иск и QUIR и г и и и и и м Ты замечательная. В это ж сомневаюсь. У меня нос замёрз. Может, нам стоит вернуться домой? Да, тут сука холодно. Сука? Терпеть не могу это слово. Всё в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стоит оно того. Хлоя, ты бесценна. И я ведь не шучу. Ты такая задротка. За это я тебя люблю. Я разбираюсь в задротах, ведь я такая же. Видишь, я, по сути, развлекательная система. Давай посмотрим кино вместе, как раньше, когда ты приходила ко мне на ночёвки. Что хочешь посмотреть? У меня настроение как раз для бегущего по лесу. Всегда плачу в конце. К тому же я всегда хотела такие же цветные пряди, как у Бриз. Я знаю. С голубыми волосами тебе было бы чудесно. Ну что, начнём наш кинопоказ? И лучше тебе не засыпать на мне, как ты обычно любишь это делать. Я помню, Макс. Обещаю, что не засну. По крайней мере, пока ты здесь. Я не знаю, что я хочу сказать. Ничего, кроме лекарств. Ей нужно использовать много лосьона, чтобы её кровь циркулировала. Вот она, прежняя Хлоя. Воу, Хлоя может полноценно пользоваться компьютером. Как классно, что есть такие изобретения. В душе Хлои всё ещё панк. Но в толпу со сцены она уже не прыгнет. Так круто, что у Хлои есть друзья в сети. Боже, Джойс и Уильям построили для Хлои отдельную ванную. Они такие молодцы. Здорово, что ты снова рядом. Рада, что ты так думаешь. Хорошо, что мои родители хотя бы открытку прислали. Интересно, кто она такая? На вид обычная открытка. Я совсем не поддерживала Хлою. Просто молодец. По крайней мере, я отправляла Хлое свои селфи из путешествий. Уверена, ей прям легче стало. Ага, вот и диск. О, я записала этот микс для неё, когда нам было 12. Девятнадцать. Продолжение следует... 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 Уильям, я хочу, чтобы ты знал, что бы ни случилось. Я всегда буду рядом с Хлоей. Всегда. Я знаю это, Макс. Приятно находиться с тобой, Джойс. Такая ностальгия. Это олдскул! Или как там сейчас? Хлоя, рада тебе. Да и Джойс тоже. Выходит, в Аркадия Бэй все не так плохо. Или нет? Как думаешь, что происходит со всей этой странной погодой и мертвыми животными? Этого никто не знает. Это хрень для Нострадамуса. Прости меня за мой французский. Сейчас все, что меня беспокоит, это Хлои и Джойс. Моя семья. Меня очень впечатлила комната Хлои. Все это крутое оборудование. Еще бы. Могли бы купить пару особняков на эти деньги. Страховка, конечно, помогает, но... Я не знаю, как быть, Макс. Я знаю, что вам очень тяжело финансово. Эти счета с ног сбивают. Придется дом заложить, это пугает. А, черт. Но мы прорвемся. Прайс всегда впереди. Поняла? Да? Пойду гляну, не нужна ли Хлои моя помощь. Было очень приятно снова с тобой говорить. Ты говоришь так, как будто это последний раз. Отвлекай меня от этих счетов когда угодно. Видите, все хожу, Макс. Ты просто так бы с Русланом, и ты тоже беспокоится. Если захочешь поговорить, позвоним, я-ка. Люблю тебя, Макс, если ты слишком жив, я-ка. Не отвечаешь, и захочешь поговорить. Моя дверь, я-то люблю тебя. Что? Типа, она теперь наша подруга? Привет, Макс, жаль, что ты тусуешь с такими людьми. Думала, ты другая. Олеся, видел, как ты кидала мне туалетную бумагу. Боже, я не в тебя целью склянусь. Боже, так не делай, и больше так не делай. Че? Макс, спасибо, что проведу. Ага, вместе со мной. Думала, она всегда хотела, чтобы я была такой, как ты, и врат ли. Ага, конечно. Ага, я тоже был. Порой это странно. Мой раскидер, разряжается. Погоди, перезвони мне. Я, Макс, где ты? Правильно, направляюсь в нем для конкурса. Супер. Значит, ты не идешь в бакет там. Пока вроде не собираюсь. Свидимся позже. До встречи. Паша, наверх, чего могу сказать. Да уж. Ванны, да. Адам зону, как он может посадить, да, по своей комнате. Пустая. По крайней мере, нам не нужно было прятаться от мудо-отчима. Эх, эх. Глупая бабочка. Надеюсь, что это просто совпадение. Не факт. Я почти ничего не слышала о братье Уильяма. Я почти ничего не слышала о братье Уильяма. Обувь. Хлоя норовилась везде топтать своими ботинками. Игрушки. Даже немного хочется открыть и посмотреть, что внутри. Они купили костыли для Хлои. В надежде, что она снова сможет ходить. Жаль, что от организации прескотов Джойсу и Уильям помощи не дождутся. Я все еще шокирована этой новой реальностью. Я чувствую себя виноватой за то, что Хлои и ее семье пришлось через это пройти. Я могла бы дать Хлое выбор, оставлять ли Уильяма в живых, но это слишком жестоко. Но ведь они снова семья и... Кто я такая, чтобы судить? Вот так вот. О, Макс, так приятно, что ты рядом. О, нет. Я и не знала, что травма Хлои настолько ужасна. Доброе утро, Макс. Вы с Хлоей куда тише, чем в те времена, когда вы были детьми. Я помню. Так приятно было просыпаться в вашем доме. Ах, мы с Уильямом так рады видеть вас вместе после этих долгих лет, после аварии. Как у вас дела, Джойс? Я стараюсь изо всех сил, Макс. Не буду врать, это тяжело. Но никто и не говорил, что жизнь в Аркадия Бэй будет простой. А что ты думаешь по поводу всего этого природного безумия? Быть может, Аркадия Бэй просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Мне знакомо это чувство. Если честно, меня не особо волнует, что происходит вне нашего дома. Я не виню тебя, Джойс. Правда, теперь у нас повсюду мертвые птицы, да и эти киты, которые выбросились на берег. Может, не стоит быть такой безразличной ради Хлои? Ты знаешь человека по имени Дэвид Мэтсон? Он иногда мог заходить в два кита. Ау, неожиданно. Да, он водит автобус. Иногда заходит милый, тихий. А что? О, я просто любопытная. Ты всегда такой была. Приятно осознавать, что не все меняется. А ведь вам нужно как-то зарабатывать. У нас с Биллом совсем времени на себя нет. Вся наша жизнь теперь работа. Мне даже приходится подрабатывать в Пен Эстейтс. Ух. Ты знаешь Прескотов? Я знаю, что Шан Прескот не успокоится, пока не подчинит себе весь Аркадия Бэй. Держись подальше от его сына, Нейтана. Не могу не сказать. Я безумно рада видеть вас вместе с Уильямом. Он настоящий герой. Он держится. Нам с Хлоей повезло с ним. Уильям и Хлоя отлично между собой ладят. О да, теперь они близки, как никогда. Хлоя слушает Уильяма во всем, а вот меня в основном игнорирует. Так мило, что они сговорились против меня, старушки. Ты крутая, Джойс. Черт. Все было бы иначе, будет это так. Но мне нравится ход твоих мыслей. Плохая из меня лучшая подруга. Я знаю, Хлою не часто навещают, да? О, Макс, вы с Хлоей лучшие подруги не просто так. Ты всегда рядом, когда ты ей нужна. А кто ухаживает за ней, пока вы на работе? Мы наняли нескольких нянек и сиделок. Хлоя до сих пор создает проблемы, хотя и не может двигаться. Макс, состояние Хлои не улучшается. Ее дыхательная система слабеет, и она... Она... Ну, ты понимаешь, о чем я. Ах, Джойс, мне так жаль, что вы проходите через все это. Хорошо все или плохо, но я все равно ценю каждое мгновение со своей дочерью и мужем. Вот что значит быть семьей. И мы всегда будем ею, несмотря ни на что. Пожалуй, вернусь к Хлое. Было приятно с тобой поговорить, Джойс. Взаимно, дорогая. Хорошо, что Хлоя еще общается с друзьями. Посмотрите на них. Они и понятия не имеют, что ожидает их в будущем. Довольно красивый снимок Хлои. Интересно, кто его сделал. Пойльям так старается. Он крут. Ну, все по-другому, она здесь. Как дела, путешественник во времени? Забавно. Я будто постарела. Нашла. Никогда бы не подумала, что буду ходить за морфином для моей лучшей подруги. Ванна все та же, только теперь в ней больше лекарств. Ничего. Хорошо, что Хлоя использует природные средства. Это граффити из тех времен. А эти счета, как будто говорят мне... Сэр, привет! Наконец-то, вставь синюю таблетку. Прости, я попробую, но я сомневаюсь. Просто присоедини его. Это легко и безболезненно. Хорошо, но если я все испорчу, сразу зови родителей. Я готова. Поверь. Разумеется, с каждым днем мне становится все хуже. Но ты пришла ко мне в хорошие дни. Макс, я так благодарна за то, что могу снова зависать с тобой. Видишь, морфи начинает действовать. Я как ватная. Ты такая милая. Тебе что-нибудь еще нужно? Я, наверное, слишком эмоциональна. Но не могла бы ты достать один из тех фотоальбомов. Давай глянем наши старые фотки, на которых мы еще совсем мелкие. Да брось. Мой дневник — эпицентр эмоциональности. И Макс Колфилд никогда не упустит возможность посмотреть фотки с Хлои Прайс. Никогда. Несмотря ни на что, они все та же счастливая семья. Так круто, что в этой реальности Хлои тоже обожает скейты. Вау. Хлоя была отличницей. Она могла поступить в любой колледж. Что за ублюдок? Я должна была позволить Хлою украсть деньги из твоего сраного фонда. Пусть это и было в другой реальности. Спасибо. Да. Вау, крутая фотка. Мы такие классные пиратки. Жаль, что мы не покорили Аркадия Бэй, пока у нас была возможность. У тебя-то еще есть время. О, боже. А здесь мы готовим блины. Я так люблю этот снимок. Трудно поверить, что его сделал мой отец всего лишь пять лет назад. Как будто бы все это было вчера. Если бы. Да уж. Это фотография. Может, я смогу. Слушай, Макс. Моя дыхательная система с каждым днем слабеет. И мне недолго осталось. Я слышала, как доктора говорили об этом, когда думали, что я в отключке. Я понимаю, что просто откладываю неминуемое. Пока мои родители страдают. И я вместе с ними. Я не хочу, чтобы так все закончилось. Что? Ты что говоришь? Я о том, что мне было очень приятно снова провести с тобой время. Я вспомнила, как мы бегали по всему городу, будучи детьми и делали все, что захотим. И сегодня ты вернулась ко мне. И я хочу, чтобы это было последним воспоминанием. Ты понимаешь? Да, понимаю. Тебе нужно просто повернуть ручку до предела. Хлоя, я правда не знаю, смогу ли я. У меня была еще подруга, которая хотела покончить с собой. И я сделала все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Как я могу позволить себе забрать твою? Наверняка есть другой выход. Ты всегда помогала друзьям, Макс. Всегда. Прошу, и на этот раз не изменяй себе. Я хочу помочь тебе, Хлоя. Но от этого станет только хуже. По крайней мере, у тебя есть выбор. Когда тебе нужно принять решение, ты это делаешь. А я, я вызываю только лишь жалость. Я хочу сделать собственный выбор. Самый важный в моей жизни. Прошу, помоги мне, Макс. Не стану, не стану. Я не могу. Мне больно смотреть на то, как ты мучаешься. Но у меня нет никакого права сделать это. Я даю тебе право. Я уже совершеннолетняя. Но Джойс и Уильям... Я уже попрощалась с ними. А они не хотят мириться с моим выбором. А ты сможешь? Я не могу убить тебя, подстроив передозировку. Макс, я умираю от болезни, не от дозировки. Это просто ускорит процесс. И я бы хотела умереть счастливой. И я хочу, чтобы ты помогла мне. Я помогу тебе, но не таким способом. Ты должна поверить мне, Хлоя. Хлоя, почему? Тебе просто наплевать на меня, как и всем остальным. Может тебе уйти? Ты же хочешь этого с самого начала. Так что уходи и не возвращайся. Хлоя, я больше никогда тебя не оставлю. Прости, Уильям. Чизкейк! Ну же, скажи, блин! Я ничего не вижу! Ну, там так называют КРБ. Пока я ее не увижу, нет. Ты знаешь правила, папа? Однажды папа купит себе крутой компьютер. Надеюсь, вспышка не напугала тебя, Макс. В коллекцию. Алло? Привет, родная. Что? О, не знал, что тебе нужно... Да, конечно же, я за тобой приеду. Черт, где же мои ключи? Доллар в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Ага. Нашлись такие. И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин. Пап! Не оплошайте. Сегодня твоя мама пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт. Макс, ты же останешься. Она никогда меня не бросит. Никто тебя не бросит. Макс, ты ведешь себя как-то странно, будто мы больше не увидимся. Хлоя, прости меня. Я пыталась изменить твою жизнь к лучшему. Я... Я правда пыталась. Прости. Я не совсем понимаю, о чем ты, но все же... Перестань. Макс, ты же изменила всю мою жизнь. Ты моя лучшая подруга. У меня есть ты и прекрасная семья. За что ты извиняешься? Мы всегда будем вместе. И когда подрастем, то захватим весь мир. Послушай, чтобы не случилось, ты должна быть сильной. И даже если будет казаться, что я тебя бросила, помню, что это не так, Хлоя. Я всегда буду поддерживать тебя. Всегда. Вот так вот, ребята. Вернула все назад. По итогу там. Субтитры создавал DimaTorzok Все вернулось обратно. Субтитры создавал DimaTorzok Все вернулось обратно. Да, жаль вообще. Это что? Хлоя! Я так рада, что ты здесь. Ты будто под кайфом. Ну, спасибо за утренние обнимашки. Мы всю ночь играли в Сиаса и Аркадий и Бэй, и теперь я сижу в замешательстве, пытаясь сопоставить всю эту инфу. Макс, ты что, забыла, что мы откопали? Надеюсь, ты не играла со временем, пока я спала. Больше не буду. Просто я тоже в замешательстве. Добро пожаловать в реальный мир, Макс. Вряд ли я когда-либо расскажу Хлое о произошедшем. Нужно изучить доску со всеми нам известными кусочками мозаики. Так близко и так далеко. Нам нужно сделать три вещи. Точно. А какие? Первая — расшифровать записную книжку. Вторая — достать телефон Нейтана и выяснить, где он был во время вечеринок «Циклона» с Кейтой Рэйчел. И проверить, что за дерьмо есть у него в сообщениях. Третья метелит ему до отчима, пока он не расскажет нам о Фрэнке, Нейтане и проявочной. У меня же есть пушка. Не вытаскивай её. Придётся обойтись без этого. Дай хотя бы я ему врежу, а потом мотай. Ладно, твои способности. Их нельзя растрачивать на всякую фигню. Или у Блэквелла будут большие проблемы. Ты даже не дала мне взять деньги, чтобы отдать долг. И правильно. Нужно быть выше этого. Знаю. Спустись пока в гараж и посмотри, что там можно нарыть. А я пока пробью пару имен и посмотрю, куда это приведёт. Или кому. И осторожней с отчимом. Он вряд ли будет в хорошем настроении после того, как мать вышибла его вчера. Есть партнёр. Не стоит злоупотреблять моими способностями на таком уровне. О, нет. Бедная птица оказалась в ловушке. О, я так рада видеть снова эту краску. Значит, настоящая Хлоя вернулась ко мне. Вот чёрт, бедняжка. Погнали смотреть, что у нас есть в информации. Ты выиграла эту битву, Макс. Моя семья разрушена. Честь и хвала. Дэвид, я не хотела навредить тебе. Никогда. Но я никому не позволю обижать Хлою. Уже поздно, так? Ты просто будь крайне осторожной с ней, ладно? Не сбейся с пути. Может быть, надо было за него... Знаете, может быть, надо было за него заступиться. Похоже, Дэвид уже забронировал номер. Хей, Макс. Хлоя написала, что я больше не на что рассчитывала на видимый секси. Так что я всё понимаю. Холестерёнка и написала. Ну, у меня её номера точно... Ну, у меня и номера точно не было. Теперь я понимаю, что не захотела обезьянничать со мной. Тебе стоит пойти с ней. Достаточно круто для себя. У меня много крутых друзей. Ты, например? Да, да, повезло мне. Мне тоже с тобой за скорую Венису. Надеюсь. Держи транзонки, значит, тебе не поздоровится. Знаги, ты живёшь. О, похоже, Дэвид починил машину. Может, я найду новые зацепки? Да, попробуем. Стоило ли подписывать петицию? Блэквилл больше не безопасный и приватный. Ох, мисс Грант, ещё и повернули нож в ране. Хоть один странный фанат у него есть. Хотела бы я посмотреть запись этого разговора. В камеры наблюдения в Пен-Эстейтс? Должно быть, Дэвид ещё и на Прескотов работает. А может быть, и не работает. Дэвид Мэтсон не так просто. Ему стоит закончить это письмо для Джойс. Боже мой. Дэвид и вещи со свадьбы покоят. Ой, тут так грустно. Было просто невероятно снова увидеть Уильяма. Вот бы Хлоя смогла. Либо Хлоя стащила ещё один пистолет, либо Дэвид вооружён. Что, чёрт возьми, Дэвид сделал для Найтана, а его отец для Дэвида? Да, странно довольно-таки. Интересно, пойдёт ли Дэвид на вечеринку? Воу, хорошенький замок на этом шкафчике. Эй, Дэвид, что ты прячешь? Может, помню, да, какой там пароль? Хе. О, да. Я знала, что эта комбинация мне пригодится. Парковка Академии Блэквилл, Кейт Маршалл, она что-то знает. Ебать, что, блядь. Ты, типа, местонахождение что-то, где она находилась? Скоро вернёшь, что? Странно. Есть. Теперь обратно к Хлое. Подумать только, сколько скандалов видела эта гостиная. Ауч. Да это, чтобы даже духу троу здесь не было, когда я сработаю сразу. Эти киты похожи на выброшенных на берег ангелов. Что же здесь творится? М-м-м-м. Йоу, Хлоя! Ты готова? Мне нужно вернуться в общежитие. Мы счастливы? Мы счастливы. У нас джекпоты секретных файлов. Кейт, Нейтан и Рэйчел. И координаты нескольких мест. Дэвид просто как человек разведывательное бюро. А теперь бежим отсюда, пока нас не спалили. А теперь пошли выясним, что скрывает Нейтан. Нужно действовать суперосторожно. Макс, пришло время Нейтану Прескоту бояться нас. Макс, пришло время Нейтану Прескоту бояться. Макс, пришло время Нейтану Прескоту бояться. Привет, Макс. Как дела? О, здравствуйте, мистер Джефферсон. Все хорошо. Ам, это моя подруга Хлоя. Йоу. Хлоя, и почему такие крутые, как ты, не ходят в Блэквелл? Я слишком стара для этого дерьма. Долгая история. В файлах, наверное, осталось. Представляю. Макс, ты точно в порядке? Просто странно. Находиться в кампусе, будто ничего не случилось. Знаю, прозвучит банально, но у тебя все впереди. Думаю, в моей жизни и без того много чего происходит. Так, ладно. Дела Блэквелла зовут. Не забудь. Сегодня на вечеринке я объявлю победителя Героя Дня, так что я очень надеюсь, что ты придешь. Мне жаль, что ты так и не сдала свой снимок, но тебя можно понять. Художника творить не заставишь. Я лузер, но на этой неделе было сложно сфокусироваться на фото. Вот это каламбур. Я горжусь тем, что ты беспокоишься о своей подруге. И буду надеяться, что в конце концов ты найдешь свой путь. Только не забывай выставлять свои работы. Спасибо, мистер Джефферсон. Сегодня точно буду на вечеринке. И я. У нас не свиданка. Вы же с нами хоть раз потанцуете? Танцующее я — это еще то зрелище. К тому же, вы не хотите видеть старого хипстера, танцующего с детьми. Потехи не будет. Увидимся. Это уж точно. Он такой секси. Жесть. Ты что, с ума сошла? Еще нет. Но вечером точно, блядь, сойду. Соткнись. Ты не ревнуешь, что Марк Джефферсон считает меня крутой? Я тебя игнорирую. Ладно. Раз уж я здесь, пойду поболтать с Жастином. Сто лет его не видела. Шикарная идея. Надо узнать, где сейчас Нейтан. Жастин. Как же я давно тебя не видела. Меня это злит. Дело явно не в климате. Надеюсь, Макс не сильно злится. Привет, друг. Как дела? Могло бы быть и лучше, учитывая, что произошло с Кейт. Ты-то в порядке? Мне нужно найти Нейтана. Ты его не видела? Прости, отвлеклась. Вспомнила о том, что Уоррен пригласил меня в кино. Нейтана исключили, но он еще должен быть в кампусе. Утром я видела, как он уходил из кампуса. И выглядел он гораздо злее, чем обычно. На твоем месте я бы не стала его беспокоить. Мне пора. Потом поговорим, Брок. Хорошо. Нейтана здесь нет. Нужно вернуться к Хлое. Горизонт чист. Как было бы здорово, если бы мы с тобой снова вместе ходили в школу. Зато так, мистер Джефферсон, только твой. А, ты достала. Включаем режим Блэквилдских ниндзя. Ну-ну. Хреново, что у вас несовмещенные общаги. Да, мне так охота, чтобы Нейтан Преск отжил в комнате напротив моей. Да. А уж. Стой тут. И предупреди меня, если Нейтан или кто-то еще заявится. Я не подведу тебя, Бэтмакс. Сперва я должна найти комнату Нейтана. А этим мы с тобой займемся в следующей серии. Спасибо за просмотр. Вадим в следующих сериях. Давайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...